В Кирове отремонтируют десятки тротуаров и дворов. В Радужном и Шутовщине прошли встречи с местными жителям по поводу строительства полигона в Лубягино. А кировские школы готовы обеспечить всех младших школьников горячим питанием. Эти и другие новости подробнее в рубрике «Короткой строкой». В Кирове в этом году отремонтируют 29 тротуаров и 32 двора. Дорожную карту обсудили на заседании Совета по проектному управлению при главе города Кирова. Работы на придомовых территориях проведут при софинансировании жителей. В список вошли дворы на Менделеево, Московской, Воровского, Производственной, Некрасова, а также тротуары на Щерса, Комсомольской, Труда. Подробный список можно найти на сайте городской администрации. Там же можно проголосовать за ремонт тротуаров. Голосование начнется 19 февраля в 6 утра и завершится в полночь 22 февраля. Чиновники встретились с жителями Радужного и Шутовщины по поводу строительства полигона в Лубягино. На встрече министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова отметила, что строительство комплексного объекта сортировки и переработки твердых коммунальных отходов необходимо, так как в ближайшее время все полигоны исчерпают свои ресурсы. На новом предприятии не планируют использовать технологию мусоросжигания. Кроме того, за счет создания объекта появится около 130 рабочих мест. На всех этапах объекта пройдут публичные слушания. Полигон, который сейчас работает в Лубягино, закроют. Жители Шутовщины договорились о создании инициативной группы. Более 60 тысяч школьников региона обеспечат горячим питанием согласно рекомендации президента. Во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что в тех школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться с 1 сентября этого года. Остальные должны подключиться не позднее 2023-го. В Кировской области провели сбор данных по количеству младших школьников. Большинство школ готовы, остальным требуется ремонт и новое оборудование. Министерство образования региона направило заявку в Министерство просвещения на выделение финансов. В Кировской области будет направлено более 270 миллионов рублей. Средства субсидии пойдут на закупку продуктов питания и оказание услуг. К проекту привлекут местных производителей. Метеорологи-любители из поселка Верхошижиме запечатлели оптическое явление мун-корона – лунная корона. Разноцветные кольца вокруг Луны окрашены в цвета радуги. Как поясняют любители-метеорологи, разноцветные кольца образуются на легких полупрозрачных облаках. Чаще бывает одно кольцо, реже два или три. Ранее в селе Бисерова Афанасьевского района наблюдали экстремально редкое лунное эллиптическое гало. За последнее десятилетие насчитывается около 10 случаев наблюдения такого гало в мире.